здравствуйте на библейский портал экзегет пришел вопрос как сохранять внимание во время молитвы полностью внимание сохранять во время молитвы не могут даже совершенные молитвенники у преподобного антония великого а уж кто преуспел в молитве больше него есть такие слова о том что каждый человек искушается помыслами помыслы приходят отвлекают человека от молитв вопрос только о силе навыка но есть определенные законы которые помогают этого избежать вот в книге премудрости иисуса сына сирахова есть такие слова прежде нежели начнешь молиться приготовь себя и не будь как человек искушающий господа вот интересно вы когда приходите молиться на всеношное бдение вы видите что сначала открываются царские врата и совершается молитва алтаря иконостаса совершается в молчании и только потом возглашается слава святей единосущной животворяющей нераздельной троицы вот это каждение в молчании это есть удивительное отражение опыта древних молитвенников помолчи постой мало донди же утишится вся чувство я твоя представляйся при лицом всевидящего бога и рцы со вниманием вспомнить эти удивительные слова из мали из правила утреннего то есть некоторое молчание остановка ты должен понять с кем ты сейчас будешь говорить поставить себя при лицом божьем это первое второе для того чтобы было внимание на молитве надо меньше принимать отвлекающих образов в этом смысле нам современным людям значительно тяжелее чем христианам прежних поколений потому что яркая красивая привлекающая внимание картинка это то с чем то чем мы сейчас просто окружены со всех сторон вот эта реклама видео фильмы образы все они впечатываются в сознании человека мешают ему поэтому если мы хотим чтобы мы внимательно молились надо все лишнее отбросить вот не надо бесконечно листать ленту соцсетей не надо смотреть лишних фильмов не надо смотреть лишних картинок тем более греховных ни в коем случае вот все это мешает на молитве на молитве мешает ссора с ближними поэтому надо обязательно постараться примириться господь об этом говорит так если ты принес дар твой к жертвеннику молитва вполне вписывается в это понятие это жертва бога духовная молитва наша и вспомнил что брат твой имеет что-то на тебя пойди прежде примирись с ним потом вернись и принеси дар твой богу поэтому допустим перед началом молитв к святому причащению после канона об этом стоит напоминание потому что примирившись со всем начинай готовиться к литургии вот не примиренность озлобленность раздраженность осуждение кого-то конечно очень сильно мешает преподобный ангель свечник говорит еще о двух вещах которые приведя себе на память человек значительно глубже молится первое молитва должна начинаться с покаяния поэтому перед любым богослужением или молитвным правилам мы говорим боже будь милостив мне грешному мы повторяем молитву мытари это первое сокруши свое сердце второе об этом ангель свечник говорит поблагодари бога он говорит любая молитва начатая с благодарения будет услышана вот начни с того что поблагодари бога за то что у тебя есть за то что ты жив за то что ты верующий за то что у тебя есть люди которых ты любишь и которые любят тебя за то что ты сыт за то что ты одет за то что ты здоров настолько что можешь молиться если эти люди которые просто лежат и страдают вот поблагодари бога покайся и примирись с остальными людьми потом в молчании постой немного пред лицом божиим и тогда молитва твое будет не рассеянно и внимательно внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео